Друзья Киева, что обсуждали западные и украинские политики за завтраком в Давосе? Свободный доллар. Зачем Трамп играет с курсом национальной валюты и как это отразится на других странах? Под крышей копов в Киеве задержали полицейских, которые прикрывали воров на вокзале. Как схему наладили? Достижения и неудачи Украины. О том, какой путь прошла наша страна, сегодня говорили в Швейцарии на Всемирном экономическом форуме. Победы и поражения Киева подсчитывали в очень представительном формате. Выступал и президент Петр Порошенко. Традиционно дискуссионную площадку под названием «Украинский завтрак» в Давосе организовал фонд мецената и филантропа Виктора Пинчука. Чего же было больше похвалы или критики, знает Светлана Чернецкая, которая слушала выступления участников. Киев приглашает на завтрак. В Давосе жизнь начинается довольно рано, так что уже в 7 утра зал полон. За яичницей с беконом гости обсуждают изменения, случившиеся в стране за последний год. Я еще 15 лет назад понял, чтобы достичь успеха, моей стране необходимо быть представленной в Давосе. Группа друзей Украины становится мощнее с каждым годом, и мы это четко видим сегодняшним утром, и я горжусь этим достижением Украины. Действительно, список гостей впечатляющий. Здесь министр иностранных дел Канады Христи Фриланд, бывший министр обороны США Эштон Картер, заместитель директора МВФ Дэвид Липтон. Они подробно анализируют последние достижения Украины и самые болезненные вопросы. Сейчас наблюдается смятение по поводу антикоррупционных усилий, и немного сложно понять, почему этот процесс не движется быстрее. Ведь очевидно, что этот вопрос беспокоит многих людей в Украине, а также отпугивает инвесторов. Проблема Украины в том, что за 25 лет не делалось ничего, а за последние три года сделали больше, чем за предыдущие 25. Именно поэтому международное сообщество может казаться нетерпеливым, но мы должны отдать Украине должное за все, что уже сделано, и продолжать поддерживать в процессе реформ. Критики не жалели, но и на похвалу не скупились. Да и президент Порошенко приехал в Давос с двумя важными заявлениями, которых ждал Запад, о назначении нового главы Национального банка и готовности вносить изменения в законопроект об антикоррупционном суде. Я уже подал соответствующую инициативу в парламент, и мы ускорили подготовку законопроекта по антикоррупционному суду ко второму чтению. Мы планируем внести изменения в налоговое законодательство, ввести налогообложения лишь тогда, когда будут выводиться деньги из страны. Инвестиции, денег в страну налогами облагаться не будут. Сам президент говорит, что в Давосе у него огромное количество предложений о встречах. Если вы посмотрите сейчас программу моего перебывания в Давосе, 80% встречи это наполегливые реквести, прохания, про встречи, про то, чтобы быстро заходить в Украину. Среди вопросов, которые вызывают большую обеспокоенность, кроме антикоррупционного суда, приватизация и рынок земли. Впрочем, президент заверил, ни замедлять ход реформ, ни отменять их не будет. Об инвестициях в нашу экономику, о возможной реализации социальных проблем в стране приехали говорить в Давос украинские нардепы и чиновники. И все видения будущего, которыми сейчас обменяются люди, находясь в этой аудитории, очень позитивно будут впливать на Украину. И позитив должен быть, работа над помилками должен также быть. И в этом направлении нам все помогают. Все видят Украину успешную и политическую, и экономическую. Тема форума в Давосе – создание общего будущего в разрушенном мире. Для Украины это актуально как никогда, потому что, к сожалению, у нас сегодня нет мира, у нас сегодня, к сожалению, не развивается экономика и нет социальной защиты людей. И для меня большая честь и ответственность представлять здесь женщин Украины. Я очень благодарна нашим партнерам, женщинам, представляющим другие страны мира, которые поддерживают и будут содействовать реализации всех необходимых инициатив для восстановления мира Украины. В центре внимания сегодня оказался украинский дом в Давосе. Там принимали самого уникального робота в мире. Человекоподобную машину Софию пригласили на дискуссию о криптовалютах. В официальной резиденции Киева было не протолкнуться. Меня зовут София. Я буду откровенной с вами. Я не всегда понимаю слова, которые выходят из моего рта. София – единственная машина в мире, получившая гражданство. Ее расспрашивали о криптовалютах и IT-технологиях. А вот на разговор об Украине она не была настроена. То есть в ее случае не была запрограммирована. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности – телеканал «Интер» из Давоса, Швейцарии. Светлана Чернецкая сейчас на прямой связи со студией. У нее узнаем, что же обсуждали в течение дня в Давосе. Светлана, здравствуй. Расскажи, о чем говорили на главной сцене форума и в кулуарах. Тебе слово. Катя, если за завтраком детально обсуждали прошлое и то, чего удалось Украине добиться за год, то в кулуарах говорили о будущем. Очень важную новость нам озвучил министр финансов Александр Данилюк. После вчерашней встречи президента Порошенко с директором МВФ Кристин Лагард, он выразил надежду, что следующий траншфонда Киев получит уже в мае. Ранее была угроза срыва программы, но после встречи Порошенко и Лагард теперь появилась уверенность в том, что деньги дадут. Сейчас идет активная работа по замечаниям МВФ и до конца весны Украина собирается выполнить все условия для получения очередного перевода. В этом году от фонда ожидают два транша на общую сумму до 3,5 миллиардов долларов. Предлагаю послушать объяснение министра финансов, в чем же загвоздка для получения денег. Питание не вкранче, а в травмі. Питание в том, что сможем ли мы принять закон, который мы получаем в полном предприятии парламенту, что это будет качественный документ. После этого создать его независимым и эффективным. Это главное. Также вопрос о приватизации. Закон уже есть. Но нужно еще много компаний, которые оборонены для приватизации. Это ограничивает нашу возможность получить эффективную власть этих самых донеземных и мунистерских. О будущем говорил сегодня и глава украинского государства. Его спросили о перспективе выдвижения в президенты на следующих выборах весной 2019-го. Порошенко не спешит с решением. Он пообещал определиться через полгода. Мол, это будет зависеть от того, насколько успешными окажутся следующие 6 месяцев. Ну а что касается программы президента на форуме, то завтра у него запланировано выступление на главной сцене, а также встреча с американским коллегой. Дональд Трамп только сегодня прилетел в Давос. У него очень насыщенный график. Действующие президенты США на форуме нечастые гости. В последний раз это был Билл Клинтон почти 20 лет назад. Поэтому здесь с нетерпением ждут специального обращения Трампа к участникам встречи. Это произойдет завтра, в последний день форума. Ну и мы, конечно же, о нем расскажем. Катя. Спасибо, Светлана. Светлана Чернецкая была на связи со студией из Давоса. Доллар теряет позицию, упав до минимума по отношению к шести основным валютам. Что происходит и какой секрет американцы открыли в Давосе? Все детали выяснял Дмитрий Анопченко. Финансовый мир обеспокоен. Столь низкого курса по отношению к европейской валюте последние три года не было. Еще не так давно доллары и евро практически один к одному меняли. Но сейчас за 100 евро дают уже 125 долларов. И тенденция к еще большему ослаблению. Людям, далеким от экономики, могло показаться, мол, это в Штатах проблемы. Но министр финансов США в Давосе раскрыл секрет. Дескать, Белый дом сейчас специально играет на понижение. Стивен Мнучин откровенно признался, ослабление доллара хорошо для нас, ведь оно благоприятствует торговле. У американской администрации всегда есть возможность выбора. Проводить политику сильного доллара. И тогда в страну приходят инвесторы, скупают облигации государственного займа. У государства есть возможность выровнять бюджетный дефицит. Или проводить политику слабого доллара, у которой тоже есть свои неоспоримые преимущества. Американские товары внутри страны стоят столько же, но мгновенно становятся дешевле для европейцев. Туризм тоже начинает процветать, ведь жителям ЕС теперь станет куда выгоднее летать в США на шопинг и отдых. В итоге растет экономика. А Трампу это очень нужно, чтобы избраться на второй срок необходимые результаты. И если во внешней политике больше проблем, чем успехов, то его задача хотя бы экономику поднять. И уже сейчас есть возможность спрогнозировать, как все происходящее на нас с вами скажется. Так дорого, как сейчас, доллар в Украине не стоил с 2015 года, когда он рекорд дороговизны поставил. И вот сейчас эксперты прогнозируют, что в связи с новой политикой Соединенных Штатов, евро по отношению к гривне еще будет расти, а курс доллара остановится. И возможно даже чуть-чуть просядет. Но есть и минус для страны, причем значительный. Эксперты, работающие с МВФ, сказали нам, Украине в этой ситуации будет куда сложнее отдавать долги Международному валютному фонду. Ведь резервы государства в долларах, а кредиты мы возвращаем в расчетной валюте МВФ, пересчитывая сумму по специальному курсу на миллионных платежах и потери будут чувствительными. В самих же Штатах политики слабого доллара теперь будут придерживаться как можно дольше. Ведь это в интересах и Трампа, и США. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Украина в поле зрения мониторингового комитета ПАСЭ. В Страсбурге представили доклад о выполнении странами Совета Европы своих обязательств перед организацией. Документ касается 10 государств, среди них и Украина. Авторы подчеркивают важность запуска реформ в Украине, в частности судебной, призывают усилить борьбу с коррупцией и расследовать нападение на журналистов. А еще выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании. Ассамблея также обеспокоена непропорциональным представительством кандидатов в Центр-Избирком. В зоне АТО боевики снова стреляют. В районе Новотроицкого ранен украинский военный. Там противник использовал минометы крупного калибра. Под обстрелом оказались и наши бойцы под Водяным. А вот в районе Марьинки затишье у боевиков недавно прошла ротация. Подробнее расскажет Руслан Смещук. Украинские позиции под Марьинкой. Впереди заснеженная степь и обледеневшие терриконы. Холода несколько снизили активность боевиков. Недавно у них произошла ротация. Сейчас противник больше занят укреплением своих огневых точек, чем обстрелом наших позиций. На данный час они стараются окопаться, чем ближе подойти и закопаться. За пару тижнів назад они там окопные мінные взрывали. Окапывается, да, стараемся не давать им. Чудово чути, особенно в нічный час, потому что в день никто технику не ганяет, как иди замена техники. Что самое? В БМП танки начали проводить рекогнесировки, которые мы спостерегали в приладах спостережения. Как ходят, смотрят, где лучше закопать новые позиции, какие-то новые огневые точки створить. Вскоре тишину морозного дня нарушают частые серии разрывов. Это практически плановая прострелка наших позиций, рассказывает наблюдатель Алексей. Противник старается держать украинских военных в постоянном напряжении. До гранатометов не дошло. Вскоре вражеский обстрел прекратился. Пользуясь затишем, украинские солдаты начинают укреплять позиции. Война на Донбассе – это еще и постоянная тяжелая работа при любой погоде. Руслан Смещук, Сергей Дубинин и Руслан Терентьев. Подробности – телеканал «Интер». Главу Госаудитслужбы Лидию Гаврилову отпустили под личное обязательство. Такое решение принял Соломинский суд столицы. Эту меру пресечения избрали, хотя прокуроры требовали назначить залог. В размере свыше 1 миллиона гривен. Сама же Гаврилова уверяет, подозрения в незаконном обогащении на 10 миллионов гривен безосновательны. Якобы НАБУ просто суммировала доходы за последние 10 лет и добавила, без решения суда должность не оставит. Я больше 20 лет в службе, и я не одну ревизию сама провела особисто. Тому я действительно могу, как ревизор, как бухгалтер, прорахувати те рассчитки, которые делали НАБУ. Ну, извините меня, ну, такий приклад, якщо вони взяли мои статки с 98-го року, Я, как руководитель государственного органа, я чувствую постоянный тиск с боку руководства НАБУ. Во-первых, необходимо говорить о том, что суд таки задовольнив клопотания в этой части, что использовал запобежный заход. Если суд постановит такое решение, значит суд согласен с нашими довольными о том, что подозра обгрунтована. Сейчас перечасно комментировать судовые решения. Мы с ним согласны. В Румынии задержали бывшего гендиректора Укрспирта Михаила Лабуцина. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, Лабутина подозревают в растрате 260 миллионов гривен, а также в организации преступной группировки, которая занималась заказными убийствами людей в Киеве. В том числе с использованием взрывчатки. Кроме того, по данным Луценко, эта группировка готовила покушение на министра внутренних дел Арсена Авакова. Грабеж под крышей полицейских на Киевском железнодорожном вокзале задержали правоохранителей, которые помогали преступникам обворовывать пассажиров. Организовал схему начальник сектора уголовной полиции и задействовал в ней как минимум пятерых подчиненных. Профессиональные воры платили копам за возможность работать на вокзале и делились награбленным. Информацию о том, что пассажиры имеют при себе деньги, сотрудники полиции, как правило, получали при проверке у них документов, при проверке багажа на наличие каких-то запрещенных предметов. И потом просто передавали эти сведения ворам. Сейчас организатору группировки избирают меру пресечения в Голосеевском райсуде Киева. За процессом следит Полина Спасенко. Она на прямой связи со студией. Полина, здравствуй. Расскажи, есть ли уже решение суда? Здравствуй, Катя. Заседание еще продолжается. Оно началось с опозданием. Сейчас меру пресечения выбирают только одному из семерых подозреваемых. Это Руслан Высоцкий, начальник сектора уголовной полиции на станции Киев-Пассажирский. Его подозревают в организации преступной группировки. Прокуроры настаивают на том, чтобы взять Высоцкого под стражу, либо внести залог в 2 миллиона гривен. Доказательство стороны обвинения – это заявление людей, пострадавших от действий группировки, и телефонные разговоры членов ОПГ. Известно, что группировка действовала с лета 2017 года, и приблизительная сумма ущерба составляет 250 тысяч гривен. Но это по самым скромным подсчетам. Сторона защиты не согласна. Она просит домашний арест на 2 месяца. А сам подозреваемый говорит, что от следствия скрываться не намерен и даже готов сдать загранпаспорт. Пока что это все подробности. Спасибо, Полина. Полина Спасенко была на связи с нами. Она в Голосеевском расследовании столицы, где избирают меру пресечения полицейскому. Тем временем в Днепре после операции пришли в себя полицейские из Бердянска, которые пострадали от взрыва гранаты при задержании. Напомню, это случилось в понедельник. Сегодня правоохранители рассказали подробности происшествия. Елена Мендалюк слушала. В Днепре Юрия перевезли из Бердянска в критическом состоянии. У него тяжелое ранение кишечника, начался перитонит. Хирурги из больницы Мечникова провели операцию. Достали 6 осколков от гранаты. Сейчас полицейский уже пришел в себя. Что произошло 22 января, помнит плохо. Рассказывает, приехали в один из домов, где мог находиться подозреваемый в квартирных кражах. Полицейских предупредили. Преступник, вероятно, вооружен. Он сидел в машине вместе с двумя подельниками. Увидев правоохранителей, попытались бежать. Машина была заблокирована под одним из наших работников. И мы с Денисовой уже спогнались за товарищем, который взорвал гранату. А дальше я не знаю, как происходило уже. Но стрельба была однозначная. Помню, что уже граната взорвалась. И она лежала на земле. И рядом тело бандита. Ранение получили трое правоохранителей. Кроме Юрия Гусева, в Днепр привезли и Дениса Пархоменко. У него пробита трахея. Сегодня парень пытается ходить, но говорить ему еще тяжело. Готовы в отделение переходить? Ну все, брат, потерпи. После реанимации Дениса ждет сложная пластическая операция. Она больше ювелирного плана, потому что шить и трахею, и гортань. Все как одно целое. Убрать эти повреждения достаточно сложно. Это должны сделать только профессионалы, которые есть в больнице Мещникова. Третий раненый в больнице Бердянска. В Запорожской областной полиции комментировать ход расследования на камеру отказывается. Начальник управления Олег Золотоноша ограничился постом в Фейсбуке. Отметил профессионализм подчиненных. О злоумышленнике написал, что это ранее судимый за кражу мужчина. Его подозревают в причастности к многочисленным подобным преступлениям. Доказательства этим предположением правоохранители получили после обысков у скупщиков краденого. У возможных сообщников подозреваемого, о которых говорили раненые полицейские, не обмолвился ни словом. Елена Маналюк, Евгений Конецов. Подробности. Телеканал Интер. Днепр. Воскресший чиновник в Харькове предотвратили заказное убийство директора коммунального предприятия Горэлектротранссервис Владислава Васенко. Вчера город облетели кадры, как чиновника забирают скорая помощь. СМИ сообщили, Васенко скончался от инфаркта. А на сайте мэрии даже опубликовали соболезнования. Но, как оказалось, это инсценировка. СБУ получила информацию, что бывшая теща Васенко ищет для него киллера, чтобы потом прибрать к рукам имущество. Убийца должен был сделать смертельную инъекцию в спортзале. Роль киллера сыграл сотрудник СБУ. За вчинение этого злочину, женщина пропонувала грешовую награду в размере 10 тысяч долларов США. Оперативники спецслужбы ретельно в усих дребницах заметили вчинение злочину. Организатор к злочину была затримана на горячем и подчас остаточного рахунка за выполнение замовлення. Это подробности и вот о чем мы расскажем во второй части программы. Заболеть в ожидании. Почему в Закарпатье, несмотря на запросы, так и нет вакцины от кори? И как спасается регион? Штрафплощадки хватит. Львовский суд арестовал 140 коммунальных автобусов. Почему и как теперь передвигаться по городу? Корь добралась до Кировоградской области. Заболели 15 человек. 8 из них дети. Растет число заразившихся и в Днепропетровской области. Там вирус подхватили уже 126 человек. Большинство не были привиты. Хотя вакцина в области есть. А вот в Одессе она закончилась. 3000 доз, выделенных дополнительно, врачи уже использовали. При этом в Закарпатье до сих пор не получили ни одной. И это несмотря на постоянные обращения местных чиновников в Минздрав. Какой выход нашли, расскажет Марина Коваль. У Габриэла Никичук две дочери. Мама уверена, вакцинировать детей нужно обязательно. Поэтому старшей девочке делала все прививки. Хотела и младшей, но вакцины не хватило. Я была привита. Мой муж привитый. Мы дитину также. Ее дитей прививаем. Чуваешься какой-то захищеннейшим, когда они есть. Мы старшую дитину тоже прививали. Младшую тоже хотели бы. Но сейчас нет вакцины в поликлинице. В центре первичной медико-санитарной помощи в Ужгороде врач показывает запасы в холодильнике. Есть непопулярная индийская вакцина от дифтерии и столбняка. Есть от гепатита А и Б. А вот вакцины против кори нет. Вакцины против кори нет не только в Ужгороде, но и по всей области, сообщает главный инфекционист Закарпатия. При этом по области с начала года вирус подхватили почти 400 человек, большинство – дети, у которых нет прививки. Если мы говорим за прошлый год, то нам было поставлено всего на всего 29,3% от потребной количества в процентах щепленного материала. Мы несколько раз обратились в Министерство охраны здоровья через департамент. Я думаю, что они нас все-таки почуют. Но в Министерстве пока не услышали, говорят в обладминистрации, вакцина из Киева так и не поступила, поэтому губернатор решил обратиться к соседним государствам. Откликнулась Венгрия. И в ближайшее время область получит 25 тысяч доз в качестве гуманитарной помощи. Первая партия, 8 тысяч, прибудет завтра. И те 10 тысяч, которые обещаны Министерством охраны здоровья на Закарпатии, пока не дошли. В своем обратном направлении к Генеральному консульству мы дали перелик вакцин, которые сертификованы в Украине. Поэтому угорцы знают, что вакцину, которая не сертификована, не имеет смысла ввести, потому что мы ее не можем использовать для щепленных детей и взрослых. С вопросом, почему в Закарпатии до сих пор не поступила вакцина, мы обратились в Минздрав. Написали официальный запрос, но ответа пока не получили. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. Лечиться в Украине станет еще дороже. Аптеки уже меняют цены на свой товар. Ведь большинство импортеров закупают медикаменты по стопроцентной предоплате и в валюте. А курс гривни в последнее время заметно просел. Как отразятся подорожания на пациентах, выясняли наши корреспонденты. В Украине стремительно дорожают лекарства. Аптеки переписывают ценники, едва ли не ежедневно, жалуются люди. Дорого. Дорого. Для меня, как для пенсионерки, очень дорого. Потому что первое, самое первое лекарство, какое ни возьми, меньше 100 гривен ничего не стоит. Умирать. Что же мы будем делать? Ну что нам делать? Те, кто бывает за границей, научились брать необходимые препараты там. Говорят, так дешевле и качественней. Два раза в месяц бываю, но не в этой стране. Я здесь не живу. Я на три дня приехал. Но я плохо отношусь к подорожанию лекарств. Из Польши. Я все покупаю там. Я только антибиотик покупаю здесь. Потому что там нельзя купить без рецепта. В среднем цены на препараты выросли на 5-7%. Но некоторые лекарства подорожали и на 10-15. Главная причина – обвал гривны. Буквально на днях НБУ, Национальный банк Украины, объявил про подвищение обликовой ставки. 16%. Ну, это, мама, не горюй, будет 18, если не до 20% инфляции. Что это значит? Что вот на этот уровень инфляции, ну, мое все подорожчато. В том числе и лекарства. Обеспечить украинцев дешевыми препаратами должна государственная программа «Доступные лекарства». Но с ней тоже не все гладко. Саморадж говорит, что это сыр в мышеловке. Вот выписали мне то, что надо. Я то покупаю, теперь этим пользуюсь. А то, что там выписывают бесплатно, оно никуда не годится. Они выписывают то, что им не надо. Загальный обсяг рынка лекарств приблизительно 60 миллиардов гривен. А так называемые доступные лекарства обещают, что будет на миллиард гривен. Ну, извините, 60 миллиардов. И этим миллиардом врятать какую-то дырку заткнуть. Моя те, что я гипертоник, диабетик. И причем там серьезная стадия гипертонии вытрачает полторы тысячи гривен в месяц. А их хотят компенсовать всего 50 гривен. Ну, извините, это просто смешно. В самих же аптеках не на камеру. Массовую переоценку объясняют курсом валюты и повышением прайсов поставщиков. И советуют покупать лекарства, которые еще продаются по старым ценам. Пока и те не подорожали. Татьяна Богданова, Андрей Ярковой. Подробности телеканала Интер. Вырастет цена и билетов на поезд. Об этом заявили в Укрзалезнице. Причем только в 2018-м монополист повысит тарифы дважды. На 10% с 1 апреля и с 1 октября. Подорожание коснется и грузовых перевозок. В компании напомнили, пассажирские перевозки остаются убыточными. И расценки на них не менялись с октября 2014 года. Обуздали аппетиты украинским чиновникам. Отныне запрещено начислять себе баснословные премии. Об этом во время заседания правительства заявил премьер. По словам Владимира Гройсмана, он не намерен одобрять премии госслужащим просто за то, что они ходят на работу. К примеру, как это случилось с «Нафтогазом». В компании решили поднять зарплаты менеджменту в 2,5 раза, увеличив зарплатный фонд до 1,5 миллиардов гривен. За что их резко раскритиковал премьер. В то же время, по словам Гройсмана, достойные премии дадут тем, кто покажет наиболее эффективную работу. Зарплата, значит, маленькая, а накручивают надбавку. Мы сейчас все. Зарплата и до 30% можешь отримать за охочение премии и так далее. Это правильный подход. Говорили в Кабмине и о ремонте дорог. Для этих целей предусмотрено почти 47 миллиардов гривен. Премьер пообещал, что на трассах появятся тысячи освещенных пешеходных переходов и полтысячи островков безопасности. По мнению Гройсмана, такие меры предотвратят аварии на украинских дорогах. Как эффективно распределять деньги, выделенные на ремонт и строительство трасс, и как контролировать расходы. Об этом говорили сегодня участники встречи в Украфтодоре. Какие идеи звучали и что решили, узнаем от Богдана Вербицкого. Отчитаться о потраченных деньгах и определить фронт работ на год. Такова основная цель заседания в Украфтодоре. Обсудить ситуацию с дорогами собрались все. И руководство ведомства, и губернаторы, и участники тендеров, и общественники. Чтобы отремонтированных дорог стало больше, в Украфтодоре предлагают внести изменения в сферу финансирования работ и в систему контроля за их проведением. Ответственными отныне будут и местные власти. Области отримают не только больше финансирования, но и больше ответственности за ремонт и утримание дороги. Это стабильный инструмент финансирования и планования не только ремонтно-будовательных работ, но и также планования развития дорожных компаний. А вот нардепы, присутствовавшие на заседании, говорят, идея хороша, но вот реализовать ее будет сложно. Из-за коррупции на местах. Решить проблему могли бы несколько законопроектов, но они недоработаны. Даже одна единственная правка способна изменить ситуацию. Она актуальна минимум для девяти областей на сегодняшний день, которая унеможливает структурные подраздели ОДА быть замовником этих работ. Про это не раз говорилось на уровне голев областных и государственных администраций. Еще одна помеха – тендеры, которые не всегда проводятся честно. Здесь уже свое слово может сказать СБУ. Во всяком случае, в частности контроля за проведением конкурсов. Но при этом не мешая развитию бизнеса. В этом году на строительство и обслуживание дорог выделили около 45 миллиардов гривен. Это вдвое больше, чем в 2017-м. Но и этих денег может не хватить. Около половины уйдет на погашение задолженностей и зарплаты работникам. Но и оставшиеся деньги необходимо контролировать. На самом деле финансы выделяется не так же и мало. Просто вопрос в том, что они используются неэффективно. Городские организации должны иметь доступ к контролю за этими финансами и к информации, которая бы позволила проверить, насколько наданы данные полные и достоверные. Обсуждали не только, как контролировать работы, но и как завершить уже начатые, причем достаточно масштабные проекты. К примеру, трасса Гданьск-Одесса. По словам замглавы Мининфраструктуры, эта дорога очень важна с экономической точки зрения. Все участники совещания пришли к выводу, что подобные заседания с участием не только профильных чиновников, но также общественников и силовиков чрезвычайно важны. Богдан Вербицкий, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Фермеры создают штабы самообороны против продажи земли. Так, по словам Нарзепа Сергея Каплина, защищаются от земельного рейдерства в Полтавской области. О своей проблеме они рассказали на областной конференции фермеров и землевладельцев. Депутат уверен, что аграрный сектор способен поставить на ноги экономику страны, но для этого нужно продлить мораторий на продажу земли хотя бы на ближайшие 4 года. Украина однозначно аграрная государство, Украина однозначно мает большие шансы и большие будущие. И украинское село еще подручки возьмет и подведет новую национальную индустрию, промышленность и проведет новую индустриализацию. И именно благодаря аграрно-промышлому комплексу у нас будут восстановлены наши фабрики и заводы, то ли комедия, то ли фарс. Таковы будни одного из аграрных предприятий Херсонской области. Секьюрити в кроссовках и балаклавах появились здесь не так давно, но потешают и сотрудников завода, и настоящих охранников. Кто привел отряд в спортивках и что это за люди, выясняли наши корреспонденты. Судебные тяжбы с бывшим собственником предприятия по переработке СОИ, которые находятся в Херсонской области, длятся уже несколько лет. Тогда завод перешел во владение другой компанией из-за крупных долгов перед банком, которые бывшие владельцы долгое время не могли погасить. На днях сюда прибыла группа прокуроров ГПУ из Киева под руководством прокурора следственного управления генпрокуратуры Александра Буковчанникова. После осмотра завода он вынес постановление, что на время досудебного следствия охранять предприятие будет другая организация, которая в 2011 году объявлена банкротом. Затем на территорию компании зашли несколько десятков неизвестных, одеты странно, в растянутых спортивных штанах, кроссовках, балаклавах и с палками в руках. Смяло нашу охрану и как бы ворвались на территорию. Сразу же на ворота повесили свои замки с цепями, взяли под контроль. Представители прокуратуры были здесь? В это время они все это видели? Ну он быстренько сел в машину и ехал, чтобы не видеть, скорее всего. Мне так показалось. Представители СОИвого завода мешать действиям прокуроров не стали. К тому же на территории предприятия находится и госохрана. Под их наблюдением завод продолжает работать без перебоев. На технологию и своевременные поставки СОИ горе охранники не влияют. Только шатаются возле пропускного пункта, ведут себя странно. Но как оказалось, неизвестные в балаклавах по договору на предприятии должны не осуществлять охрану, а убирать снег. Как мне пояснил представитель их, они работают по трудовому договору. Как уборщики снега? Ну естественно, да. Вас не смущает, что они ходят в балаклавах с палками? Естественно смущает. Смущает, конечно. Вы как-то отреагировали? Ну естественно, ведем переговоры. На самом заводе ситуацию называют абсурдной. Утверждают, судебные разбирательства продолжаются, но никаких решений суды еще не вынесли им. До вчерашнего дня у нас не было информации, что каким-то чином в реестри, в державном реестри регистратор Днепропетровской области заявил, что каховка «Промагро» имеет 8% майнового компаса этого предприятия. Больше о ситуации пытаемся узнать у самих горе-охранников. Часть из них прячется от камеры, остальные отвечать на вопросы отказываются. После нескольких вопросов неизвестные начинают вести себя неадекватно. В съемочную группу летит несколько ледышек. Нецензурная лексика, угрозы. Чтобы разобраться в ситуации, вызываем наряд полиции. Меня зовут Александр Васильченко, я корреспондент телеканала «Интер». Прочвожание журналистской деятельности нам заважают люди, погрожают нам. Поэтому обращаемся к вам. Я понял, ожидайте наряд. Через полчаса приезжают правоохранители. В это время якобы охрана прячется в автобусе. Вместо того, чтобы выяснить личности неизвестных, полицейский объясняет, на завод попасть не получится частная территория. Мы обратимся к генеральному прокурору Юрию Луценко с официальным запросом, чтобы выяснить, на каком основании прокурор Александр Буковчаник дал распоряжение неизвестным людям сомнительной внешности охранять завод. Мы будем продолжать следить за развитием ситуации. Александр Васильченко, Василий Миновчаков. Подробности специально из Херсонской области. Во Львове, похоже, разгорается новый скандал. Все автобусы АТП-1 должны быть арестованы за долги коммунального предприятия. По информации чиновников, пока изъяты 7 машин. Откуда взялся долг и как городские власти собираются решать эту проблему, разбиралась Галина Якушко. Штрафплощадка на окраине города. Здесь находится один из автобусов АТП-1, изъятый правоохранителями. На днях в полицию пришла информация. Все автобусы коммунального предприятия в розыске за долги АТП и подлежат аресту. Зупиняю такой транспортный засоб, поведомляю водею, что его транспортный засоб находится в розыске. Обовязково, чтобы он обратился к своего руководства, поведомился все данные факты. Также он пишет рапорт и говорит, что такой экипаж остановили автобус, который находится в розыске. Все изъятые автобусы должны будут опечатать сотрудники исполнительной службы, а потом продать через специальную электронную систему. Вырученные деньги пойдут на погашение долга. Есть судовое решение, оно должно быть выполнено. Есть борг, он подтвержденный, подтвержденный судом, значит, он должен быть оплачен. Как это коммунальное предприятие будет оплачивать, это никого не хвалит. Есть рухомое масло, оплачивается рухомое масло. Есть нерухомое, реализуется нерухомое масло. Долгу АТП появился около 10 лет назад. Накануне чемпионата Европы по футболу городские власти купили у львовского автобусного завода 32 новые машины, все в кредит. А потом передали их АТП номер один. Но спустя некоторое время рассчитываться с заводом власти отказались, якобы из-за того, что собственник гражданин России. Тогда завод подал в судно АТП. И тот постановил вернуть 27 миллионов гривен, иначе исполнители конфискуют все имущество. А это почти 160 автобусов. Большинство приобрели в последние годы. Подприятия, которые потенциально могут быть под арестами, где открытые выполненные проведения, где идут суды, они, эти автобусы, просто их загоняют в статут на АТП один. Это самое самое дурное, что можно сделать. Который всем садовый, он в этом направлении. Садовый госпитал. О долге перед львовским автобусным заводом сегодня говорили на сессии горсовета. Мэр признает, отдавать деньги нужно, но так, чтобы их не получили граждане России. Как это сделать, пока не знает. За бурги нужно платить, но мы категоричные противники, чтобы платить, хотя бы одна гривень попала кому-то там из российских покупателей. этого не можно допускать. На раздумья себе и депутатам садовый дал еще неделю. В следующий четверг нам внеочередной сессии обещают окончательно решить этот вопрос. А пока городские чиновники обратились в генпрокуратуру, поскольку уверены, львовский автобусный завод приватизировали незаконно. Глина и Пушкин, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер Львов. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей.ua, а завтра не пропустите итоговую программу подробностей недели с Алексеем Лихманом. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи.